Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. При основании Потеряевки, и дальше я в летний период, в Потеряевке бываю и вел занятия. Занятия по темам. И они помещены в открытым оком. В книгах моих с 1 по 6 том. 123 беседы. И попросили озвучить их. Читаем. Гости. Кто такие гости? Иногда говорят, у нас в гости сегодня собралась гулянка. Сегодня одна улица гуляет, завтра вторая. Это у нас гости на гости. Что говорит Священное Писание о гостях? Что интересно, в Библии сказано о гостях очень много и одновременно мало. Потому что это слово тогда употреблялось только с минусом в отношении к врагам. Пришли на нашу землю чужие гости. И положительные, как странники, которых нужно принимать и обиходить. Как образец, это, конечно, гостеприимство Авраама. Он не только принимал странников, но боялся пропустить их, как будто у него другой заботы не было. И он настолько боялся, что даже не доверял никому из слух заниматься этим делом. Так толкует и на златоуст. Особенно в полдень, как написано, когда он сидел под Дубром Маврийским и смотрел вдаль. Видимо, где-то рядом проходила трактовая дорога. Может, в неделю один человек пройдет. И он увидел тех странников и побежал к ним навстречу. Сам, почти столетний. А у него 318 слух. В возрасте от 20 до 50 лет. Не считая тех, кто старше. И он никому эту работу не доверил. А вдруг они задремлют, смотрят их жара. И тогда награду упущу я, думает он. Принять в дом гостя – это великая награда. Апостол Павел, когда будет говорить об этом, давая наставление своему избранному еврейскому народу, то он говорит. Странолюбие не забывайте. Некоторые, не зная того, под видом людей приняли ангелов. Он принял как-то их не как ангелов. Видит, идут обыкновенные люди. Предложил им омыть ноги. Ангелы-то они ноги не пачкают. Откормлен вателёнка заколол. Сара сама замесила. Потому что, если дала бы указание, как он нас любит, что если хоть кто-то, хоть чуть-чуть есть, ну ты сделай, принеси. То есть пониже нас ростом, мы уже командовать начинаем. Награду тот и получит, не ты и получишь. Что ты командой раздаёшь – это полдела. Нужно сделать своими руками, чтобы 10 пальчиков шевелились, чтобы ножники сами бежали. Авраам сам прислуживал, сам умыл ноги. Гостеприимство считалось настолько важным, что когда решался вопрос о том, кого из верующих брать на иждивение в дом, возраст их должен быть не менее 60 лет. Оно было одним из главных рекомендаций. Апостол Павел говорит о таких, 1 Тимофею, известной по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. То есть, если она отличалась страноприимством, любила гостей, принимала и умывала им ноги, вот что такое страноприимство и что такое дорогие желанные гости. Слово Божие говорит нам, что мы все здесь, гости на этой земле, и чтобы не обольщались этой временной жизнью, помнили, что мы временные. Дата, когда мы родились, записали в математике, в паспорт, после нее будет черточка, и, наконец, появится цифра за этой черточкой. Все. Мы каждый год встречаем этот день смерти своей. И, быть может, как-то это на нас отражается в чувствах огрубелых, но мы не можем понять, как. А чего так тоскливо в этот день просто тоскуют душенько о чем-то, или мы видим в кошмарный сон, что кто-то тряхнет нас этот день нашей смерти. И думаешь, почему я не догадался, что это? Тревожилась душа, но ничего, прошло. Как будто и нет ничего. Это такая, это какая-то, это какая-то важная дата. Какая? Из гостей собирается домой. Вы все здесь в гостях. Об этом говорит пророк Иеремия. И домов не строите, и семян не сеете, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на этой земле, где вы странниками. Псалмы 118-119. Что странники на земле? И дальше я примерю. Своё стихотворение тут. Прочитаем его. Примерь к себе своим воображением. Всё, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью, всеми хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь на выходе и входе за обедом стреляет точно в лоб, а давят только вниз. Задача выжить, и ни одной победы. Хотя как знать, когда я ускользну, стрельба и яд, петля не захватили. Враг не достал, истратил всю казну, уверенность пожёг, в истерике, в бессилии. Их совещание по тайным кабинетам, моим паролям, кличкой, псевдонимом, пропитанные обклеены планшеты, так день и ночь, острелы мимо, мимо. Их измотало в горных перевалах, там след моих ступень не раз петлял, по шахтам, гротам, по лагам, отвалам, исследует святых, о ком я начитал. Мой бег, мои убежища с Давидом, за мною доик, бешеный Саул. Они разведали, что я ем мёд, акриды, я штаб-квартира избран в Барнаул. Я с моей семьи на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине, мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду, я отошёл, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда, мой труд, следайте по слогам, следайте по слогам. Я успевал на каждом повороте занесеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройден, с той стороны земли на всё гляжу. То есть занятие было, когда и вот это стихотворение можно ставить сюда. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели оны, и радовались, что говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Евреям 11, 13. И все святые отцы, присчисляя их, апостол Павел говорит, что они жили на своей земле, как будто они, но повторяли, мы странники, пришельцы, мы гости. А когда посмотришь сегодня, люди ведут себя так, как будто они вечные. Это я занятия веду на тему гостя. Высмеивай это, Тургенев пишет, маленький рассказ о двух горах. Стоят они, допустим, на расстоянии 20 километров. Вершина с вершиной говорит, как здоровье, прохротали лавину, снегопады, молчание. Прошла тысяча лет, снова грохот. Слава Богу, хорошо, проходит ещё тысячелетие. Что ты видишь, сестра? Маленько смени интонацию-то. И вот гора грохочет, а ты всё это... И что ты видишь, сестра? И проходит тысяча лет, как один день, как одна минута, и сестра гора отвечает, вижу, какие-то мелкие существа копаются, что-то роют. Это люди живут, умирают, друг друга зарывают. Ещё проходит тысячи лет, и та отвечает, всё так же роют и зарывают друг друга. Какое спокойствие величие у того, что кажется вечным. И сколько мелкоты, мишуры и суеты у тех, которые такие временные. Ведь человека, как хрупкое стекло, только чуть-чуть его прокинули, позвоночник повредился, глаз выпал, ухо проткнули, руку оторвало. Странники и пришельцы. И при том, на нас все, от маленьких микробов, до самых больших зверей, птиц, гадов, стихии, всё против человека, чтобы изгости пораньше его выжить на родину. А мы упираемся, хватаемся, лечим, изобретаем различные лекарства. Вот сейчас посмотрим, что такое гость, чем занимались гости. Интересно, учение 12 апостолов, так называемые дедахи. Оно считается подложным, но оно известно в церкви. Там даётся определение такое. Гость на один день, предельная норма два дня. А если больше живёт, то уже прогоняй его. То есть это уже лже-гость, лже. Если один день находится, то этот гость пророк, а если три дня, лже-пророк. Норма какая быть в гостях? Не всё время его кормить. Далее он может быть уже как-то друг работник, как наёмник, или полностью человек свой в доме. Тогда были странствующие, или бродящие проповедники, переходили с одного места на другое. Проповедовал, сказал, насытились. За день и ночь глубоко проповедь вошла. И был вечер, было утро. Такой хороший первый день нового творения в душах слушателей. Всё кончилось. На следующий день собрались, попрощались, и до следующего раза. А если понравилось тут быть, и много желающих слушать, и дверь для проповеди широко открыта, и противников немало, дальше, что ему здесь делать? Запрыгать его в работу. Пусть шьёт палатки, уприскилый с Акилой, или на стройку к Космеи Дамиану, или с Климента брать колодцы. И мы должны сказать себе, кто к нам приехал, работника мы вызвали, или гостя. Я попросил всех потеряевских написать список всех тех, кто у вас были гостями. И когда стал сам этой статистикой заниматься, то увидел богатого гостями. Мы часто называем гостями даже и не гостей вовсе. Вот старость на деревне, наши махоньки, 16 дворов пока. И кто бы ни приехал, то заезжает почему-то всегда первонаперво к нему, недотёпе, камышовый дом, обложенный кирпичом красным, к Игорю Александровичу Барабашу. У нас идут занятия в столовой лагеря Стана, потому и называй и имена. То есть в Теркви это нельзя делать, а тут я называю. Это в храме есть ограничения, там тайно обличаем, не называя имён, как вещает Златоустый в отрях Константинополя Града. Всё к Рыжебородовому фермеру едут. Приехал Митилев, Митилёв, глава Маунтовского района, конечно нет. Инспектором можешь его назвать, посетителем, как только, как угодно можешь назвать. Корреспонденты ночевали ночью. Гости? Командировочные? Да, это уже гости. Значит речь идёт о сроке. На час, на день. А если издалека дальний твой родственник и приехал на один час и говорит, я потороплюсь. Гость? Тоже гость. Значит речь уже идёт о том, званный или незваный. Какие параметры? Как определять? Или нежеланный. Тут очень мелкие тонкости, различная градация. А люди говорят, незваный гость хуже татарина. Поговорки-то какие говорят? А чего? Это во время татаро-монгольского ига очевидно появилась пословица. Татары-монголы врывались, сжигали, уводили в полон. А этот гость хуже. Те ворвались, ушли и всё. А этот гость сидит, не вылазит. Всё. Не выгонишь ничего. Значит хуже татарина. Вот и вдумайся тогда, сколько у нас было гостей. Я подумал, что у некоторых из потеряевских гостей то и не было. Если и были гости, я, может быть, и ошибаюсь, то самое большее число гостей было у Веры Фёдоровны. Настоящие гости. Друзья приехали погостить на 2-3 дня. То есть всё сходится с нашим определением гостей. К нам вот приехал отец Нафанаил, погостил. Какая-то определённая цель. Мы должны настроить себя на том, как гостей принимать. Примешь, а этот гость тебя оберёт. Среди ночи это откроешь ему, запустишь, а он вор оказался. Что говорит Библия о гостях? В Деянии 10-6 говорится прямо словами ангела, что Пётр гостит у некого Симона Кожевника. Явно, что не один день там был. Поел, поднялся наверх, на крышу молится. Приходит время, есть захотел. В это время, когда приготовляли пищу, то есть он же не с улицы залез на крышу, а со двора. Он был у них. Уже обрисовывается картина, значит, единоверец. У своих и не на один час. Это гость. А если мать приехала родная, вопрос стоит о дальности и как давно не виделась. А если через дорогу перешёл и сам жил с Иаковым, были они друг друга гостями? Конечно, нет. Через дорогу перебегают каждый день. То решето одна жена возьмёт у другой, то тарелку, то ребятишки бегают из шатра в шатёр. Мы друг к другу через улицу ходим. В гостях ты или не в гостях? Значит, это не в гостях. А когда Авраам Елизера послал, да не куда-то послал, а к брату, родственнику. И пришёл Елизер. Он у них в гостях был? Да. Их встретили, как гостей. А сколько они были? Можно сказать, меньше суток. Ночевали только и утром уже отправились в путь. Он приехал за невестой. Высказал, зачем приехал, дал дары, подарки, пососватал, на верблюда посадил тогдашний Мерседес и увёз. А у нас были дальние гости. Как гостей нужно принимать? Так как принял Лаван не только тогда, когда увидел подарки, тогда и засуетился. Наконец-то нанесло богатеньких гостинков на нашу холопку. А так как Ревека, она даже и не знала, кто это, что за путешественник с таким пронизительно наблюдательными глазами под тюрбаном. Она не знала, какой верой эти люди, но она видела, они усталые, запыленные, им нужна помощь. И пригласила, у нас и солома для верблюдов есть, а ты можешь сказать, а у меня есть и гараж, и машину могу в тёплое место поставить. Значит, она увидела, заговорила о народном на речи, на котором и караванщик разговаривал с нею, и Господь тронул её сердце. Надо научиться принимать гостей, определять, гости это или не гости. Посланник евреям об этом говорится, что некоторые, не зная того, приняли даже ангелов. Люди говорят так, конечно, в гостях и кормят лучше, и лучшее, что есть, из доначек достают, на стол поставят. А некоторые думают, что как хорошо у них питаются, как у Сава Иосвященного. Пришли к ним монахи, целая делегация, они их приняли, воды поставили родниковой, поели и думают, а мы слышали, что они так подвязаются. Но промолщали и ушли, и заблудились. Блудили, блукали где-то в пустыне, в тумане, от этого гостей проводили, теперь опять за свою пищу, от тухлого у них вода, заплесневелая еда. Внезапно эти гостеньки нежданные пришли, а у них ничего и нет. Так вот, так вот, оказывается, как вы, так вот, оказывается, как вы живете, дорогие. А где же вы это все брали? Да мы специально все это держали, неприкосновенный запас. Мы думали, Христос придет, чем мы его встретим? А у нас не так. Кто-то ест, сидит, сотовый мед. Ага, сосед идет, скорее тарелку под стол. Сел, картошечку сидит, чистит. А ведь ты ел совсем-то не то сейчас. И блины, и манты свои скорее в нижних ящих столах, чтобы тебя не захватили. Я был у таких на квартире и видел своими глазами. Ты наоборот, держи что-то, как Новый Завет, неприкосновенный запас. Ой, за неприкосновенный запас. Неприкосновенный запас. Я не переправляю тебя, потому что ударения твои смешные, люди разберутся. Тебе навшивают по затылку. Давай. Неприкосновенный запас к тому времени, когда появится дорогой твой гость, как было в отверженных у епископа Бьявеню. Было у него только два серебряных светильника. Бедность потрясающая. Епископ. И он их держал, не вынимал, все время по парадной форме начистит и опять положит. А ну-ка, гости придут, как я их приму? Что на стол поставлю? Поставил, а это вор. Он сразу решил их украсть. Да попутно этим пошалобану его, чтобы убить и уйти. И чем все это закончилось? Лучше хранить им прикосновенное белье где-то. По милости Божией нам дал Бог в Барнауле на улице Ползунова 6 в шестях хорошего коменданта эконома Надежду Павлану Егоренко, ныне больную. Как она ревнует об этом? Кто приедет откуда-то, у нее всегда в запасе и одеяло, и простыни, и матрацы. А вначале не хватало она, чтобы сюда привезли поскорее из лагеря Астана 10 по комплекту всего. И с каждой оказией наказывает, пишет по 10 листов послания. Упрашивает нас, замучила всех. Привезите! А ну как епископ приедет, а ну как батюшка вернется, а ну как гости еще приедут. Никто не заботится так, как она. Естественно, что награда ей. Мы-то только исполнители. На нет ничего и нет. Евангелие от Луки 2.7 говорится, что когда была перепись и людей большое скопление получилось в Ифлееме, то в гостинице не было мест свободных для приезжих. Гостиница слово гость. Там, где люди могут переночевать. Гостиница Алтай, гостиница Барнаул. Платят там деньги за ночлег, за пребывание. О том, что в гостинице находится, говорится в Евангелии от Луки 10 глава 38-й стих. Помните, когда наткнулся на израненного самарянин, привез изувеченного еврея в гостиницу, под образом гостиницы, как говорит Златоуст, под ним понимается церковь, и дал два динария, и говорит, что если не стратишь больше, то когда приду обратно, возвращаться буду, заплачу. Это означает, дал два завета, ветхий новый, поставил священников, это гостиники батюшки, и что не стратишь, то есть потрудишься в оттолковании, в разъяснении, писаний, то когда вернусь во второе пришествие, заплачу все тебе сполна. Когда мы учимся принимать простых людей, гостей, разум настраивается на высшее. Да, конечно, как будто и ущерб для тебя. Если кто читал рассказ отец Сергий Льва Толстого о том, что когда он уже пошел по миру, то понял, что согрешил и ничего тут лицемерить, и нечего тут лицемерить, и монастырить быть незачем. И попутно зашел к сестре родной, она его не узнала. А у нее всего был один рубль. И она подумала, дать-то не дать, не дать. Дама завтра есть нечего, у нее 10 копеек отдельно лежала, отдала 10 копеек. И тут же зашла в комнату. До того больно стало ей, что поскупердяничала, что о себе больше думать не стала, а не, что о себе больше думать стала не о странниках. У нее-то дом, дома что-то найдется, а у этого, в горемыке, блуждающего с места на место, как перекати-поль, и у него нет ни своего угла, ни вчерашних счастья и постных. Она вышла и добавила последний рубль, упрекнув себя так. Так вот тебе, Пелагея, за то, что ты пожадовала. И остатки дала, все дала ему. Она даже не знала, что это братье родной перед ней. Господь смотрит не на то, что даешь, а на то, что остается после того, как ты даешь. Вдова положила все пропитание свое. Нужно учиться странников принимать. Когда я обратился к Богу, ко мне помнится, 27 сентября 1962 года сознательно я попал в дом Еремеевых Михаила Александровича и Анны Матвеевны. У них не было детей. Они были глубоко верующие евангельские христиане баптисты-пятидесятники. И если в год приезжало в них маленькую общину, ввенствовался в Латвии 100 человек, то 60 из них непременно были в его доме, а то и больше. До того мне это нравилось. И я с первого дня возмолился буквально так. Господи, дай мне такое счастье. А у меня совсем ничего нет. Я у них гость. Корабль останавливается в порту. Я бегу к ним. Где бы ни был, а ноги туда несут. И что интересно, Бог услышал мою молитву. Моя жизнь прошла именно в том духе. Кто бы где, когда не приезжал, их нанесет на мою конурку на улицу 2-я строительная 62-я квартира 16. Вторая шаги жила, около вокзала. Помню, пришли к баптистам. У них многие приветливые. И в конце собрания пресс-фитер спрашивает, есть ли гости, то от нас передавайте своим привет от нас. Встает мужчина такой же плюгаренький, как я, моего же роста. Такой же лысой шевелюрой. Я привет передаю от нашей общины из города Кустаная. Благодарим, брат. Встает другой. А я из Павлодара. Наша община передает хор, хору передает. Хорошо, все передали приветы. В конце пресс-фитер говорит, братья и сестры, не забывайте, у нас гости, чтобы они не остались непринятыми. А я что? А я про себя говорю, а я что? Я православный-то. Никто, просто православный пришел, слушай, никто, просто православный пришел, слушай, все закончилось. Гости вышли, стоят во дворе. Баптисти разошлись, остались самые ревностные, как Никола чудотворец. Первым приходят и последними уходят из храма. Я говорю, а что вас никто не пригласил? Никто. Раз никто не пригласил, то вы мои гости. Как только ревнители и евангельские веры увидели, что я православный и увожу их баптистских овечек себе, то как они бросились к ним? И не ходите к нему, это такой-то православный, да это. Баптист Жакустов говорит, хватит, я много езжу, много видел. Пресс-фитер Алексей Дмитриевич Никонов объявил, что вы меня не пригласили, я уже последний час из дома вышел, стою. Мне ночевать идти только на вокзал, человек подошел, меня зовет, а почему я не должен пойти, тем более я его знаю, тем более я крепкий в вере своей. И все, я у них отбил барашка инвалида, во-первых он не стыдил их и порадовал меня, а мы глубоко за полность только уснули. Сколько он узнал, сколько я узнал, и то уже был не враг, и когда бы он не приезжал после этого, то всегда он меня останавливался, а он ездил как проповедник, Кустов, как сейчас помню, Леонид. Где бы ты ни был, ты оставайся при одном накале, я хочу найти Христа, а может быть и правда встретиться? Он интересный, ложится, говорит, я в гостях не могу спать, говорит, я говорю, у меня уснешь, у меня написано, ты огражден и можешь спать безопасно. И будильник рядом поставил, я уже утром встал, будильник у него прогудел, он спит и не шевелится. Когда проснулся, ой-ой-ой, как я спал, говорит, как дома, я говорю, вот это и оно, баптист. Я хочу найти Христа, а может быть и правда встретиться? Помните стихотворение, как было обещано, что по городу несутся слухи, что Христос идет по городу и встретить придется? У Льва Толстого тоже есть на это рассказ про одного Мартына. Он заснул и увидел, что Христос к нему придет. И вот в стихотворении там говорится, что женщина, получившая такое же известие, начала стирать, мыть, подбирать. В это время какая-то нищенка пришла, она на нее, иди отсюда, ногами грязными топчешься, видишь, я другого гостя жду, скорее. Проходит какое-то время, слепой постучался, застываю, нет ли чего старенького одеть? В другой раз ты зайдешь, сегодня я такого другого гостя жду. Вечером все закончило, вечер закончился, ничего, никакого гостя нет, никто не пришел, только задремал и видит, и Господь заходит и говорит, почему же ты меня не приняла? Да как же не принял? Я к тебе три раза стучался, я к тебе три раза заходил, и ты три раза меня выпроводила. Господь показывает, как бы в видении, как расцветает лучами лик его причистый, то у лица девочки, то у нищенки, и у того Мартына Сапожника точно так же. Только тут он принимался, то как солдат отставной, дворник зашел погреться и был накормлен, позвал его, видит, что он азиап, позвал, напоил чаем горячим. Видит, одна молотка стоит, ребенка упутывает, надеть-то нечего, солдатка осталась, мужа забрали в армию. А перед этим во сне только что видел то, что читал перед тем, как задремать. Читал, кто напоил, накормил, меня принял. И ему как бы сам Христос сказал, Мартын, я сегодня к тебе приду в гости. Он и говорит, и ведь присниться же, надо же такое, задремал и... И вечером, когда он уже готовился спать и по пять сидел, Евангелие читал и задремал, думая, да Господи, прости, что я так подумал, что ты ко мне зайдешь. Да кто я такой? Червь земляной. И вдруг видит, как из темноты появляется мальчик, из-за которого заступился. Потом появляется молотка-то с ребенком, а остальной солдат на одной ноге. И Господь говорит, сколько раз я приходил к тебе, и ты принял меня сегодня. Самый дорогой гость с большой буквы. Он рядом с нами, в каждом из нас. Усмотрим ли мы его? Особенно, когда люди переезжают. Здесь особенное нужно внимание. Особенное. Уезжает ли? Как их там примут? Принимает ли в общину его? Это один из таких моментов переломных, где легко увидеть гостя. При бодрости слова на 5.14 дается наставление, ибо надежда нечестивая исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурью, и как дым, рассеемый ветром, и проходит, как память об одновременном госте. Прошу заучить наизусть, что жизнь наша кратковременная, как мгновение ока, как память об одновременном госте. Вчера приехал в гости, и уже след заносит пылью. Стирается в памяти, все затерялось, как будто не было. И жизнь проходит, как память об одновременном госте. Деяние 28.15 говорится, что Павел был в гостинице, где он останавливался. Там проходил, место называлось гостиница. Стирается в сфераха 29. Пути его для святых впрямы, а для беззаконных они преткновение. Тоже прочитайте. Когда живет кто-то на квартире, а к тебе придет родной брат и квартиранта. Вон отсюда, ибо приехал ко мне к гости брат, ему освобождать место. По плоти родной часто ставится на первое место. А то, что жил на квартире брат во Христе, это уже пониже вроде как. Пошел вон. Такая арифметика, как по нерожденности свыше. Все еще мерками мира и погибельного измеряют человек близость свою к людям. Святые, часто читаемые в житиях святых, занимались гостеприимством. И сами были в числе принимаемых гостей, когда совершали паломничество на святые места. В притчах 28 глава Атмосфея говорится о званых на пир. Кого он звал, кто пришел. И как он их начал осматривать, какие гости пришли к нему. Пришел в гость небрачной одежде. К нам тоже можешь прийти в небрачной одежде. Ничего греховного в этом нет, если ты его попросишь вон. Ибо человек-волк подделывается под овцу. И он только беду наведет, если от него вовремя не избавиться. И при том, как можно скорее. Чужой человек, может быть, с папиросами, совсем с другими намерениями может появиться. Не так, как принято у верующих. Накормить, напоить надо, если он нуждается, и отправить. Мне приходилось быть гостем в Америке. Получив гостевую визу, там указывается на какое время. Допустим, на три месяца. И все там отмечают, и тебя найдут. И все. И все. Там отмечают, и тебя найдут. За тебя отвечает тот, кто тебя пригласил. Гостевую визу на земле здесь нам Бог дает. Сколько нам здесь быть? Мы-то ведь не знаем, на сколько лет нам командировку Бог выписал на эту землю. И когда она закончится. И каким образом, каким транспортом уезжать. Но ясно, что через смерть, или через катастрофу какую, или через болезнь тяжкую. Сейчас, если бы нам, каждому заявили от точно известных данных нашего исхода, то не дрогнули бы душники наши. Как так в прошлом году у нас парень один был. Костя Корнеев. А сейчас сообщает. Сгорел. Пожар был, и он сгорел. Мальчишка хороший был. Его везде старший воспитатель, лагерь Астана, Наташа брала с собой. Спокойный такой, белобрысненький. Какое горе. У нас была такая поговорка. Мать говорила. Гость мученик. Что дадут, то и ешь. Ты в гостях. На Востоке существуют особенные, распространенные обычаи гостеприимства. Не приведи Бог, если кто гостя не примет, то позор ему. Бывает так, что когда они двое ягненка закололи, стали готовить, было только двое. А когда в котле уже все скипело, то вокруг котла 41 человек рядом сел. На запах, кто услышал, все это гости. Всех надо пригласить, всех приветить. Поэтому они и не умирают так быстро от нищеты и голода. Поскольку им осталось, там и досталось, воды побольше налить. Конечно, существует еще китайцев, индийцев, поклоняющихся Богине Кали иной закон гостеприимства. Но только распространяющийся на их дом. Как только он, гость, отдохнул, его отправили. Все. Только он прижигнул через порог двери, ушел со двора, можешь убить его. Это уже не твой гость. Богиня Кали требует жертв. А на Ближнем Востоке там для гостя все. Если он даже забежал к тебе, спасаясь, это желанный гость. Чего бы он ни пожелал, чтобы ему не понравилось, может все просить, кроме коня и жены. Бывают гости города, гости государства, еще называют почетный гость. Царица Савская пришла в гости к Соломону. С какой целью? Послушать мудрости. Оправдалось ее это путешествие. Да мало того, наградили ее еще такой легендой, будто от Соломона она увезла будущего царя. И от него у них сейчас идет родословное. Тут не видно особо великой мудрости. Соломона не нужно было вольщать. Он за себя сам эти вопросы решал доходчиво. Еще и говорят, в гости к нам, когда идете, ногой в дверь к нам стучите. А почему? Ну вы же с подарками к нам идете, руки заняты будут. В гости, которые идут, люди-то, и чтобы стучали ногами. К нам пришел в гости Господь и стучит в наши двери, не умолкая. Все стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, пойду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение 3 глава. Христос стучит и скорбями, и печалями, и вот эти странники, они пользовались большим уважением у святых, ибо они из-за болезни и загонения благодарили Творца Вселенной. Нельзя было гостя уложить, не накормив, потому что про одного хозяина говорят, когда к нему пришел гость, и он наложил его спать, не накормив. А гость ему говорит, хозяин, неудобно мне спать, низко мне в головах. Не дашь ли ты мне в лепешке две под голову вместо подушки? Во второй книге царств, здравствуй, глава, в виде притчи говорится, что пришел к богатому такой странник, и он ни одной овцы не заколол, а отнял другого. Это Нафан сказал Давиду. Из этой притчи мы возьмем следующее. Для странника кололи овец и готовили богатые угощения. И когда бывают у нас странники, как мы их принимаем? Иустрис, первая глава. Говорит так. Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. Отсюда вывод, где он должен ночевать, если на улице. А ты скажи, только в моем доме. Апостол Павел напоминает. Почтительности предупреждайте друг друга. Перехватывайте эту награду. Не ждите, когда другой возьмет. А что, никто не взял его? Батюшка объявляет иногда. У нас гости из Барнула. Кто это гости? Иногда приезжают родственники. Если родственники приглашены для работы, то это не гости, а работники. Работник это не гость. Но гость может быть работником. Ко мне приезжали гости дорогие. И только пообедали, я не успел глянуть. А они уже тяпки схватили, уже на огороде работают. А приехали всего на один день. Запомните, работник это не гость. Но гость может быть работником. От странников очень многое можно узнать, если они верующие и знают многое священное описание, имеют опыт В грозе Островского говорится о страннице, которой Кабанихе все рассказывала Она плела, на чем свет стоит, что только можно было придумать, Матфея 7 глава Говорящая собачка у вас тут есть, вспомни, собачье сердце Забота о странниках ложилась на плечи государства Написано, купили землю для странников на деньги, которые бросил Иуда, земля крови Вот, ходят мусульмане в Каабу, в Мекке, поклоняются И вот идет, например, старенький мусульманин, его машина сбила прямо посреди асфальта Его никто не имеет права в другом месте хоронить Могила прямо посреди асфальта и делается Это особый шик, честь, как у нас, быть замурованным в стену на Красной площади в Москве 1 Петра 2.11 Апостол Павел напоминает Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу Сколько ты ни крути, сколько не ищи удовольствия, а пища имеет вкус, пока только через гортай проходит Так и любое удовольствие Отступился, уже ничего нет Возлюбленные, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников Как вы их привещаете? И особое порицание тем, которые не принимают Они, говорит, не только не принимают, но и изгоняют тех, кто принимают Всегда ищите гостей Кто приехал? А нельзя ли в гости к себе пригласить? Вот приехал здесь отец Михаил Кенчукам Для них он гость Почему? Из Томска, далеко Для нас он двойнее гость, потому что мы не одной юрисдикцией Мы верим обува Христа 1 Тимофей 5.10 Как раз подчеркивается положительное качество в актив человека записывается вдовом Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя Бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам Если она воспитала детей, принимала странников Умывала ноги святым, помогла бедствующим И была усердна ко всякому доброму делу Конец стиха Что они принимали странников Особенная молитва о том, чтобы у нас было развито странное любие Принимали странников, любили принимать гостей 1 Тимофей Но епископ должен быть непорочен одной жены муж Трест, целомудрен, благочинен, честен Странолюбив учителем Да, на странолюбив Епископ, это вообще невиданная вещь Да как вообще? Титудин 8 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец Но странолюбив Любящий добро, целомудрен, справедлив Благочестен, воздержан Перечисляя на слуги или особые качества Чем отличается верующий один от другого Павел, посланник к римлянам 16.23 Прямо называет страноприимец Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви Он, видимо, все время стоял у двери и принимал или заведовал гостиницей Что-то одно из двух Это дар Божий В нуждах святых принимать участие Ревнуть о страноприимстве Ревновать, как о даре каком-то Римлянам 12.13 Если это люди благодетельные и верующие И вы их не принимаете За это градет гнев Божий Ибо они более сильно впитали ненависть чужеземцам Иные не принимали незнаемых странников А эти порабощали благодетельных пришельцев Прямо за 19.13 Иные, говорит, не принимали странников Отцы наши были странниками в Египте И освобождены были оттуда Третьи ездры О том, что иногда мы бываем странниками, когда земля нам не принадлежит Хотя мы и строим что-то вроде Может быть и здесь странники, пока не будет принят закон о земле И вспоминаю, как они странствовали, как спасались И старались заслужить награду Третьей ездры Еще раз подчеркивается о странничестве Много я видел в моем странствовании И я знаю больше, нежели сколько говорю Сараха 3.4 Говорит, что люди, которые путешествуют, странствуют Много видели и эти могут поделиться Не просто болтается А ездит по делу И нужно молиться о даре гостеприимства В житии святого Исааки Аддалмацкого Говорится о том, как два вельможи заботились Чтобы Исааки жил у каждого из них Тогда Исааки говорит Кто первый мне построит келью, к тому и пойду жить Ясно, что при таком подходе к делу В три смены пойдет работа Аккордные наряды Ну и один, конечно, раньше построил, под ключ сдал Исааки к нему пришел Но чтобы другого не обижать, я к тебе приду Поживу тоже, говорит То есть так люди заботились, чтобы у него был дорогой гость А это был обличитель еретика императора Валента Как Михей, сын Иемвлая Вот когда вот так вот будут заботиться друг о друге Соревнования устраивать А теперь примени, тебя когда-нибудь ждали так Чтобы за тебя дрались люди Чтобы ты именно ко мне, тот ко мне и доказывают стоят А ты стоишь и не знаешь, куда пойти Ну куда пришел, из дома в дом не переходи Вот когда это испытаешь, поймешь, гуру ты или нет Сумер ли ты зазомбировать Поэтому у людей есть две крайности Одна, сидеть неподвижно, никуда его не вызовешь Вот у нас есть некоторые потеряевки, которые еще ни разу не были у нас в общине в Барнауле Это неправильно Христос путешествовал и очень много Апостолы все путешествовали, ходили и посещали друг друга А не так, что замер и нигде ничего и не видишь Сидишь на своих дрожжах Мы приглашаем вас, приезжайте Для вас там есть место, где отдохнуть, где побыть Сходите у нас на занятия Вырветесь зимой, побудьте И другая крайность Непрерывно путешествовать А то есть такие люди То есть я им говорю, что это в Потеряевке Макарий Александрийский много путешествовал И дьявол на этом начал играть Как пройдет неделика, дьявол шепчет А ты там на святыне не был А ты еще к Воронежскому Тихону сходи Отходи еще к тому-то И он поднял эту уловку, лег Ноги через порох и говорит Тебе надо, чтобы я путешествовал, тащи А сам не пойду Вот если бы все так отвечали А дьявол боялся к нему прикоснуться, к святости У нас зуд появляется иногда Не успевает приехать и уже намекает По сыновьям поеду, по знакомым поеду Еще в Чекминте не было с четверга И опять, глядишь, сособирались Один в Германию, а другой в Грецию А ты сам подумай, стоит ли такие деньги тратить Если твердо решил, скажи так Дьявол, ты меня уговорил Я деньги собрал, а не поеду Деньги эти пожертвую на дело Божие Что ты где проездил, потратил Никуда не ушло, все в землю А если ты на ближнем потратишь Пойдет на небо, позаботься об этом Путешественники это пилигримы О них много говорится в Священном Писании И Евдоскера глава Разве вы не спрашивали у путешественников И не знакомы с их наблюдениями Что в день погибели Пощажен, бывает злодей В день гнева отводится в сторону У них опыт, знания Иногда даже и мудрость Второй корнефянам Апостол Павел говорит Я много раз в путешествиях Много? Но нужно думать Для чего? С какой целью? Я лично езжу куда-то только тогда Когда накопится сразу несколько дел Которые могу сделать только я У меня каждый год пропадает билет Бесплатный по Союзу Я еще ни разу не ездил Как жертва политических репрессий Имея такую льготу от государства Которые любят убивать и потом на могилах этих своих пасынков памятники ставить Вот с какого я реабилитирован уже 20 тысяч лет И еще ни разу не ездил Не востребованы Чтобы мы не забывали другие, что их ждет Да и то, сколько меня возили по этапам бесплатно А теперь тоже бесплатная льгота Зубы выбили бесплатно А сейчас льгота Бесплатную челюсть дают И зубы подновляют Освобождая от гологовских корешков Я пошел, там такая очередь И тоже ни разу не воспользовался Почему не езжу никуда по бесплатному билету Только потому, что у меня каждый день здесь занят У меня какие друзья рядом Такие братья, сестры На кого я их покину Чего я пойду искать Тогда ездил, когда работал на мостопоезде 140 Там тоже бесплатно любой конец Союза Проезд был Устанавливались связи Я был помоложе И не было размежевания А теперь все, я обрел Что хотел Община начинает дальше расти Господь создал ее А мы тогда только мечтали об этом Говорили, встречали со священниками Дмитрием Дудко, Александром Менем Я выступал практически во всех столичных городах Киев, Фрунзе, Алма-Ата и Харьков Одесса, Рига, Таллин В Кремле, в метро на Красной площади Говорил проповедь В соборе Василия Блаженова В Эрмитаже В Исаакиевском соборе В Татьяковской галереи Что хочешь назови Мне везде приходилось проповедовать И толпа бывала несколько сот человек А может даже и больше Так что вызывали милицию А милиционер подошел знакомый Порок Исаак 38 Говорит, что когда наступит война Горе, везде чеченцы появятся Мусульмане, китайцы Не будет путешествующих В гости никто не приедет Это считается один из признаков Поражения страны Горе, возьмите за грехи Опустили дороги Не стало путешествующих Он нарушил договор Разрушил города Не во что ставят людей Не во что ставят людей такие люди И нужна осторожность проверка Для этого постоял и двур гостиницы Возьмите гостиницу Там ведь без паспорта никак Мне пришлось читать однажды Как к одной Девочке ленивой, но хорошей Красивой Из соседней деревни Посватались А им сказали родители Она у нас ленивая Мы так ее избаловали Что она ничего не умеет делать Выдали замуж Проходит неделя Родители думают Что через неделю она прибежит домой Но месяц проходит Ее нет Забеспокоились родители Должна вернуться Зная что там работящая семья Как они там Что с ней Решили узнать Как их Танька живет Отец пришел Она его приветила Все на работе Все на работе Она покормила его Отец прилег Она через полчаса Ему говорит Папа или тятя Ты встань Маленько поработай У нас за стол не сядешь Если на работал А вот они как ее приняли Как так Она стала рассказывать О первых днях Своего пребывания Уже на следующий день Свекровка стала приучать ее К жизни праведной Мать дала ей веник Вот так доченька Наши ненаглядные Подметай Потом научила ее доить За коровами ходить Через месяц Она уже хозяйство К рукам подобрала Подобрала И пока те пришли Спокосы Отец ее уже Все во дворе У них прибрал Подмел Чтоб за стол посадили Значит в гостях Можно многому научиться А так когда к ней Отец приехал Она и отца туда приучила Это еще какие гости придут Если такие гости Так вот Как вот у меня были Андрей Долгов Или Александр Устина Такие тебя за один приезд Научу такому Что ты за год один не узнаешь Так люди и говорят Хваляясь друг другу Бог послал нам гостей И последний гость будет Гостя с косой Так и рисуется Все жизни неверно И смерть лишь одна Верна неизменно верна Она не забудет Придет Приголубит Обнимет Наденет свой брачный венец И жизненный сказкий конец Придет гостенький И отзовет нас Из этой жизни Смертонька У каждого гостя Есть где-то дом Если мы называемся гости Поэтому если мы думаем Что отчизна есть на небе Значит туда и стремимся 29 июля 2001 года Игнатий Лапкин Все Вот какая тема про гостей Мне хочется услышать отзывы Кому нравится, не нравится И что они из этого получили Тематические Вне церковные Богу слава Благодарю Володю, Никиту Благодарю Христову Что помогают ранним утром Все это дочитать Благодарю Благодарю